Трагедую везки Першамайск, ранее она называлась Кобылева, в народе называют ясше Речицкой хатынью. Беда сюда пришла в студии не 43-го, когда в везку врывался отрад фашистских карников и полицайев. За два тыдни они расстреляли 42 человека, забирали моемость и живел. Спасаясь от этих событий, люди ушли жить в лес и несколько месяцев деревня пустовала. 13 мая 1943 года деревня была оцеплена и людей по 20-30 человек стали загонять в дома, в сараи и бросать гранаты и поджигать. Стояли душераздирающие крики, матери падали в колени своим истязателям, прося их, умоляя пощадить детей хотя бы. Дома пошней живой удельницы по 943 года Лидии Гайдаши находится Зусим Побач с братской могилой. Тут похова на 1118 человек. Гэта амаль уся везка, причем 600 их дети. Лидия Гайдаш – одна из немногих, кому цудам удалось выжить. 9-годовая девчонка сховалась у канаве, и фашисты ее не знали. Падеятых дзен запомнила на заужды. Баба та она збудить з братом. Уставайте, напойдете, он уже каже, хати гарать. Я брата на плечи, ему 4 годы было. Иду по селу, ни где никого, ни одного человека нема. Усе поховалися по хатах, боялись. Гэтый помник журботной маці был уставлен в 1976 году. У гэтым годы его решили реконструировать. Данное захоронение по просьбе жителей нашего города, а также жителей данной деревни и инициативы прокуратуры. Разработан проект для нас, для Реческого района. Само именно это захоронение – это, как говорится, вторая ала, либо хатынь. Будовництво комплексу почалось. Трехметровый куб з выява и журботной маці, выконанный с граниту. Аутерская праца идет уже некольки месяцев. Плануется так само узвести каплицу и зробить гравироку имен у всех загинувших. Комплекс площадь около 400 квадратных метров до памятной даты 14 мая 1943-го плануется открыть в наступном годе.